Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня получил компания Нова Почта вот такую большую коробочку. Это телефоны от подписчика. Мы с ним списались и я у него купил телефоны. По-моему 20 с чем-то штук. Не буду врать, не помню. Прислал вот такой он коробки. Давайте скрывать. Зовут его Дмитрий. Я ноутбуками и компьютерами не работаю, не торгую. Давайте смотреть, что мне прислали. Вот так аккуратненько каждый, смотрю, телефончик лежит. Ага, в пакетах, я думал, каждой отдельности. Ну, давайте смотреть. Красавчики. Так. Это у нас телефон Киевстар Блум. Я даже такое не знаю. Ага, ЗТЕ. ЗТЕ мое. Какое, кажется, ЗТЕ твое, пёс смердячий. Так и у нас, да? Так, тут клеммники выломаны. Труп Утиль. Дальше. Билайновские. Билайновские от ЗТЕ работали у меня от Водофона. Мне прислал Дмитрий Варахоба. Спасибо вам огромное. Да, надо будет проверять. Где-то батарейки от него где-то лежат. Это неубиваемые телефоны. Дальше. Это телефончик Fly. Ну, стопудово передранность телефона Samsung. Сейчас я вам покажу. Благо он лежал под рукой. Ну, вот смотрите. Вот Samsung оригинал. Китайцы, я говорю, молодцы, передирают. Моментом. Только ещё добавили фонарь. И петличку. Всё. А так передрали полностью Samsung. И, что неудивительно, наверное, будет, если будет батарейка, подходить самсунга. Так, клеммники вроде есть. Смотрю, что-то, наверное, плавал, потому что окисленные контакты. Да. Ну, могут быть окислы внутри. Поэтому надо будет проверять, смотреть. Наверное, симки вставляются вот отсюда, снизу. Ну, что, попробуем спалить. Как вы думаете, господа? Потому что китайцы не напрягаясь, батарейки должны подходить. Ну, так и планировалось, что не включится, потому что если телефон залитый, то это, ну, вроде не вскрывалось, пломба на месте. А там Бог его знает. А, трупяк. Сейчас ещё для контроля вторую батарейку. Трупяки. Это всё трупное мясо. Следующие флай расколочены. Да, тоже мясо. Дальше. Дальше вот такая вот Nokia. На неё надо особый аккумулятор. Сейчас посмотрим дальше. МТС. Ага. Тут, видите, по-другому сделан. Микро зарядочка. Да. Сейчас гляну на Nokia. Так, взял батареечку. Походу, все телефоны просто трупы. Да. Потому что аккумулятор заряжен по полной мясо. Ногильник. Дальше. Что-то оно пикнуло. И изображение, ничего не видно. Дальше. Дальше. И 11.10. Это был 12.08. Скорее всего, это тоже будет труп. И ставьте СИМ. Ну, давайте попробуем ставить СИМ. Ну, какой-то он тоже, я смотрю, окислый. Попробуем. Скорее всего, ли СИМ-ку не увидит. Ставьте СИМ. Ну. Сейчас делаем метод с помощью резинки и продолжаем. Не знаю, я сделал свою процедуру, как я обычно делаю. Сейчас посмотрим, помогла она или нет. Потому что мне во многих ситуациях она помогала. Нет. Скорее всего, что-то с блоком. Так. Да. Труп. На Филипс. Тут надо смотреть раскладку пинов. Я не знаю, что с ними. И потом проверять. Есть у меня с собой блок питания. Благо, батарейка подписана. Сейчас попробуем. Наверное, видео придется разделить на три части. Потому что телефонов много. Так. Батарейка поставила. Что? Сейчас я попробую с Легасика подзарядить. Потому что у них-то и микро-USB-шки нету. Если этот телефон лочен под МТС. Ну, будем пробовать. Должны МТС-овские карточки хавать. Сейчас я его с Легасика подзаряжу. Неха бы посмотреть, запустится телефон или нет. А потом уже будем полностью тестировать. Так. Ну, чуть-чуть должен взять, по идее, заряд. Поехали. Ну, как мы видим, телефон загружается. Значит, аккумулятор зарядим. Поставим МТС-овскую карточку. Посмотрим. Значит, что мы имеем. По Билайну я не знаю, распиновку работает или нет. А половина трупов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один из них живой. Все остальное, по-моему, мусор. Так. Что, вкрываем вторую порцию? Давайте. Сейчас посмотрю, где пакет поменьше. Так. Моторотская. Многие. И вот такая, Нокия. Так. Это телефон идет с батареей. Ну, стопудово она дохлая. Да. Сейчас мы попробуем. Тут также есть пины. Так. Где у меня... Вот эти вот контакты от долгого лежа не окисляются. Сейчас мы их зачистим. Не надо мне там рассказывать, рассказчики венских песен. Так, иди сюда. Сейчас на быстрый ток его. И попробуем. Лишь бы не был дохлый аккумулятор. Если он вообще не берет, то это просто будет жесть. Аккумулятор включается. Так. Пошла загрузка аккумулятора. Но аккумулятор, скорее всего, где-то что-то у него... Потому что цифры прыгают. Надо будет мне, наверное, поставить все-таки, чтобы вы видели блок питания зарядник. Цифры ссягают от единицы до двушки. А я имею в виду в амперах. Как бешеный. Скорее всего... Ну, если его долго подержать на малых токах, то зарядиться, наверное, качественней. Все. И выпал сейчас в осадок. Блок питания. А ну... Пробуем. Не знаю, что получится. Не получится. Нет, получилось. Ставьте сим-карту. Ну, видите, он сразу показывает стопроцентная зарядка. Это говорит о том, что аккумулятор... Ну, не знаю, попробую зарядить качественно. Может и рабочий, а может и нет. Сейчас мы глянем, видит ли он вообще симки. Так, а где у меня симка была? В каком последнем аппарате? Так, вот наша симка. Так. Если увидеть симку, это будет вообще жесть. Ну, что я и боялся, что он тупо ее просто не видит. Отчего и почему он так нравится ему? Или от лежания, получается, у нас окисляются контакты. Привет. Привет. На пиво нет. Клавиши вроде работают. Русские есть. Так. Сегодня у нас какое число? Уля, с головы вылетело. 0,4, 0,5, 2019. Календарь, интересно, не закончился. Все. Бридж работает. Сейчас аккумулятор в любой момент просто рухнет. Ну, что я вам оговорил. Ну, как мы видим, симку он видит, это хорошо. Зарядная есть на него родная. Поставлю, качественно заряжу. Поэтому, ну, вроде этот порадовал тем, что вроде бы, как бы, где-то как-то что-то. Так вот вам и пожалуйста. Так, что у нас, ага, выломаны защелки. Ну, корпуса у меня на него есть оригинальные, есть неоригинальные. Так, это была у нас модель 3210, по-моему, да, 3210. Госкомсвязи России. Это когда они еще были, прикинь, сколько им лет. Так. Да, придется, наверное, пилить вторым видосом. Видосом Барбосом. Что у нас с Нокией? Нокию хоть не помню, не убиваю, не помню, честно. Что с Акумом? Тут вылетен крепеж, я уже видел. Ну, я так уже подумал, у меня есть малюпусенькие саморезы и есть донор. Я просто сюда эту металлическую вставочку сделаю. И опять же, Госкомсвязь России. Мады Бай Нокия. Кто-то мне с подписчиков написал, что это было выпущено для использования в внутренних сетях Нокии, как бы так, не на рынок. Ну, не знаю, правда-неправда. Если кто знает из Гуру, напишите, пожалуйста, буду очень рад. Так, что у нас по аккумулятору? Аккумулятор живой. Зарядочка пошла. Сейчас давайте 15 минут успеем. Я думаю, в 20 вложусь сегодня. И вторая там будет, вторая серия тоже посылка огромная. Пусть чуть-чуть подзарядится, хотя бы, чтобы мы увидели с вами, работает он или нет. Так, корпус вроде оригинальный, смотрю, но... Вот эти нойки мне не попадались, а супер-пупер в идеалке. 33-30 была одна, но опять же, она была на английской прошивке. Некоторые пишут, научись прошивать. Да, ребята, я объясню, что это надо время, время и желание. Не времени и сильно желание такого... Хотя есть иногда бывает, накрывает. Ну, это надо заниматься, а когда... Еще раз повторю, что учиться надо молодым. Когда ты уже не сильно молод, то все в тебе влом. Ну что, ты стартанешь нам, покажешь что-то? Да, он включился. Батарея разряжается. Ну что мы можем сделать? Увидь хотя бы, пожалуйста, симку. Батарея разряжается. Память переполнена с письмами. Идет запрос. Так, или опять симка не дожимается? Не получилось. Хотя написано Киевстар. Да, скорее всего, симка не дожима. Но будем проверять уже досконально. Хотя бы он включился, и то радует. Так, это была модель 3310. 3210, 3310. Так, корпус в оригинале. Защелки не сломаны. Нормалек. Не защелкивается, понял, потому что нет защелки. Дальше. Здесь у нас Motorola C121. Так, аккумулятора у меня на нее в данный момент нету. Надо искать. И пин. Искать не хочу. Не знаю. Мне не сильно нравятся вот эти старые модели. Именно этих Motorola. Ну, и Nokia. Ну, скорее всего, труп. Это мое субъективное мнение. Сейчас посмотрим объективное. Ну, что и требовалось ожидать. Это надо паять дисплей. Здесь дисплеи несъемные. Они прямо идут на плате. Модель 1134. Модель в Вьетнам. Сделана в Вьетнаме. Да, ну вот как-то так. Давайте на этой не очень оптимистической ноте закончим нашу первую часть. В которой побывали на распаковке. Модель 1134. Nokia 3310. Nokia 3210. МТС. Сделана в Китае. Mobile International. Вот такая моделька. 1110i. Не видит симку. Даже попробовал ее сделать своим дедовским методом, как меня учили. Дальше. Моделька Fly. Мертвая. Не буду даже открывать. Motorola C121. Вот такой Fly. Модель DS-107D. 12.08. Включается что-то и сдает, но видимости никакой. Дальше. Philips. Nokia 2600 Classic. Beeline ZTE. И какой-то Киевстар непонятной модели. Вот такие вот телефоны были у нас сейчас на первой серии нашего коротенького выпуска. Так что кому понравилось, ребятушки, ставим пальчики вверх, остаемся на канале, обязательно репостим, подписываемся. В описании будет ссылка на второй канал. Заходите, подписывайтесь, включайте колокольчик. Там же будет электронная почта и ссылка на группу ВКонтакте. Завтра уже разблокируют все, я договорился. Там кто-то рассылал от моего имени как спам. Завтра будет все работать. Так что надо, если интересует, пишите. Я не пропадаю. Всегда ваш, мистер Год Мобайл. Пока-пока.